Привет друзья, с вами Зверько и аналитический гайд на фани. Вы долго и настойчиво просили, держите. Я просмотрел тьму реплеев и уйму сборок, летал сам, но этого показывать не хочу. Перед вами геймплей игрока топ-2 мира. Да, он покупает тапок на броню, что в какой-то степени оправдано. Итак, как используют фани. Это сверх подвижный убийца, которого очень сложно законтрить из-за игровой механики, которая не прерывает полет на тросах. Иногда команда, имея в своем арсенале скилловую фани, может позволить себе пойти на линию вчетвером, а одна фани будет удерживать две линии, либо спокойно держать линию против двух персонажей с неудобным контролем. Например, Джонсону будет затруднительно попасть в постоянно перемещающуюся фани. Способности, которые часто берут на эту убийцу. Месть для быстрой зачистки леса или очищения для файта. Эмблему берем на урон. Можно взять эмблему убийцы с перком на произвол судьбы 30 уровень, или бойца с перком калечащий удар на сороковом левеле. Первый вариант увеличит урон по соло цели, второй замедлит цели, попавший под урон навыка, а это наш основной спам урон. Вся механика игры за фани основана на специфичных навыках для людей со специфичными вкусами. У фани нет маны, но есть энергия. Ее урон и передвижение прямо зависимы от наличия энергии. Дабы сократить ее затраты, вам понадобится баф. Пассивный навык. Превосходство в воздухе. В зависимости от скорости полета увеличивается урон в воздухе вплоть до 30%. Скорость же фани увеличивается от количества одновременно запущенных тросов. Кроме того, попадая по противнику навыком, фани ставит на него отметку и последующий урон навыков будет восполнять вам энергию. Первый навык. Удар торнадо. Фани наносит удар вокруг себя, автоматически применяется в полете. Навык берем первым, но упор в дальнейшей прокачке на второй навык. При фарме леса используется редко. Второй навык. Стальной трос. Фани выпускает трос, который при попадании в твердую поверхность притягивает к этой точке фани. И если за время полета выпустить еще трос, фани полетит между двумя точками. Если же выпустить еще тросы, то система начинает забивать на физику и остается только привыкать и запоминать направление, куда вас понесет. Каждый последующий трос, выпущенный в воздухе, увеличивает затраты на применение, пока вы не спуститесь на землю. Прокачиваем на максимум этот навык, поскольку от уровня навыка зависит длина тросов. Если у вас хватает энергии и во время полета вы пролетаете над противником, фани автоматически применяют первый навык, нанося урон. Нет энергии, нет урона. Весь стан и рут, который вы можете поймать во время полета, не прерывают полет. Более того, отсчет начинается сразу же и в точке приземления вы можете уже не быть оглушены. Но навыки, которые воздействуют на перемещение, то есть передвигают вашего персонажа, полет прерывают. Поскольку первый навык и второй навык в полете не имеют кд. Чтобы закошмарить одинокого противника, вам достаточно словить его в узком пространстве и быстро нажимать кнопку второго навыка, поскольку тросы выкидываются в сторону противника на автоприцеливание. Благодаря отхилу и защите у одиночки практически нет шансов, только если он не перепрыгнет через приказы. И то вы можете догнать ультой. Ульта, перерезать горло. Фани в серьезном радиусе бросается к врагу и наносит ему весьма ощутимый урон одним ударом. Если на цели весит метка, урон увеличивается на 20%. Банальная добивалка, идеально для соло убийцы и отлично вписывается в навыки. А тактики? Фани, тот убийца, который может наносить урон и отходить для восстановления хп и энергии. Для начала, если вы хотите научиться ей играть, ставите против себя ботов и играйте в пользовательском режиме до посинения. Это позволит привыкнуть к киевом механике и не сливать винрейт себе и союзникам. Листных крипов забираем вручную, выводя из закутка, в котором те респятся, чтобы после убийства можно было сразу отправиться в путь. Привыкайте бросать тросы так, чтобы последний направлял вас в кусты. Время, затраченное противником на преследовании вас в эти самые кусты, позволит восстановить энергию, очухаться от оглушения и свалить из запасного места. Благодаря высокой скорости перемещения, умелая Фани обгоняет по фарму, что позволяет соло кошмарить двоих сразу, не особо напрягаясь. Но к этому навыку тоже надо сначала прийти, через опыт. Сразу у вас не будет получаться. Линии и лесных мобов зачищайте с руки, оставляя энергию для перемещения и стычек с противником. Набравшись опыта, можете убивать противника под его башней, но учтите, что башни расположены не ровно посередине и некоторые предпочитают бегать так, чтобы вам препятствовала башня. Наиболее удобные места для гангов это полукружие камней рядом с мобами и боковые стены карты. Игра в середине карты требует большего опыта. Теперь к сборке. Пересмотрев кучу вариантов, я выбрал самый популярный. Топор или мачете второго уровня для леса. Топор добавит немножко защиты, а мачете урона. Топор кровожадности. Исцеление позволит не возвращаться на базу без крайней нужды. Некоторые фанилеты берут тапок на броню, чтобы меньше получать урона при зачистке леса. Потом конечно же его продают. Щитофины увеличат защиту, условные хп и защиту от магии. Розово-золотой кистень. Выручит в критической ситуации щитом и немного увеличит урон. Пришествие демона. Серьезно повышает уровень защиты. Злобный рык. Позволит вам убивать танков и бойцов без особых проблем. Клинок отчаяния. Либо бессмертие. Урон и воскрешение соответственно. Сборка конечно вариативна. Если у противника. Серьезная дека берете стальное сердце. Если много магов. Божественное вдохновение. Фанни это убийца одетый в танки. Надеюсь я смог вам помочь. Если видео понравилось ставьте лапки. Подписывайтесь, обсуждайте героя в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok